Всем привет, ребята, и это уже 128 серия по охоте. В этом видосе вы увидите очень крупные обманы, поэтому советую вам досмотреть его до конца. Братва, у меня есть одна маленькая мечта, это 100 тысяч подписчиков на канале до конца лета. И только вы можете помочь мне в этом. Подпишитесь на канал, ребята, поставьте лайк на это видео, включите колокольчик и напишите комментарий. А лучше начинайте играть вместе со мной на 18 сервере Аква и вводите мой промо хэштег Алонса. Я надеюсь вы уже взяли что-то вкусненькое, присели поудобнее, поскольку я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Сегодня мы начнем с одного очень популярного обмана. Мой подписчик хотел продать свой кейс за 550 тысяч рублей. Но ему попался игрок, который подменил цену в трейде и купил себе кейс за 55 тысяч рублей. Я решил сразу его телепортировать и пообщаться с ним. Афк офф бан сразу предупреждаем, чел сразу кидает знак вопроса, типа он не понимает, зачем я его тп хнул. Спрашивает какой бан, да как будто ты не знаешь за что тебе сейчас бан выдадут. Ты лучше расскажи нам, а куда ты кейс дел, а? Так, ну мы хотя бы выяснили, что кейс он уже продал. А как вы помните, купил он его за 55 тысяч рублей. Неплохие такие инвестиции, учитывая то, что продал он его минимум за 500. Мне вот интересно, а почему вы кейс получили за 55 тысяч рублей? Вроде как рынок этого кейса далеко не 50 тысяч, а вы получили его всего за 55к. Что не интересно, как не если я лично видел, что вы подменили цену в трейде. Интересная ситуация получается, он говорит, что этот кейс продал ему друг. Но почему друг тогда написал на тебя жалобу? А ну-ка расскажи. После того, как он написал я аккаунт игра, я так понял, это означает, что он взял аккаунт у друга и просто играет. А вот друг уже обманул другого игрока. Ну или наоборот, он дал аккаунт другу поиграть и друг уже обманул игрока на кейс. Только вот как получилось, что в начале диалога этот чел начал говорить, что кейс он уже продал. Короче, что получается, ребята, заврался наш врунишка, что аж даже сам не помнит, что в начале говорил, а что в конце. Как же меня уже задолбали эти скамеры на слоты. Ну зачем они скамят на такие копейки? Я не понимаю. Если пойти заработать реально эти деньги, это дело пяти минут. Но нет, он все равно пойдет, потратит час своего времени, чтобы найти игрока, которого заскамит, блин, на 300 тысяч рублей. Ну ладно, на этом фрапсе уникум заскамил игрока на пятихаточку. Ну это тоже, ребята, копейки. Заработать 500 тысяч рублей можно почти на любой работе на Блэк Раше. Зачем скамить игроков-то? И что вы думаете, чем сейчас занимается этот игрок, а? Он проигрывает деньги в казино, ребята. А играет, как я говорил, на вонючие копейки. Решил выиграть 280 тысяч рублей, а проиграл. Я уже его телепортировал, а челик до сих пор находится в казино. Какой же наивный парнишка. Ни на какие 300 тысяч рублей играть ты не будешь. Одно дело, если бы это были твои деньги, а дело-то в другом. Ты эти деньги украл и играешь в казино. Да, родной, ты слушай повнимательней. То, что ты в казино был, я в курсе. Али, я хочу услышать от вас историю, как вы обманули игрока на деньги. А, ребята, расходимся. Он никого не обманывал. Мы, наверное, долбимся в глаза и вообще ничего на фрапсе не видели. Он еще два раза затаймил? Это он напугать меня пытается или что? Я не понимаю. Я уже напрямую ему сказал, как он обманул игрока, а он все равно строит из себя дурака. Ну что же, давайте перейдем к самой, наверное, жесткой ситуации в этом году. На этом фрапсе мой подписчик продает свои крылья за 30 миллионов рублей. Сначала он передает крылья, получает 20 кака, ну а после еще один трейд и еще 10 миллионов рублей. Советую вам, ребята, запомнить ник игрока, а также его семью, поскольку то, что вы увидите дальше, наверное, вы от этого офигеете. Ну что же, наконец-то мы перешли к трейду, мой подписчик передал крылья и ему даже передали 20 миллионов рублей. Пока еще все выглядит чисто и пока что никакого обмана нету. Но вот когда он уже хотел кинуть второй трейд, чтобы получить еще 10 миллионов рублей, трейд уже не принимали. Умаэва муу синдейру. Да, 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 вам пока что кажется, что это дефолтная ситуация и челик просто вышел из игры. Но смотрите, что было дальше. Я зашел в игру и увидел игрока под ником Don't Worry Capitan. Кстати, это игрок 30 уровня. И вы только посмотрите его историю ников. Да тут же целая библия, сколько никнеймов, ребята, скольких же игроков он заскамил. Заметил я, что этот Don't Worry походу серьезный барыга, поскольку тут и сделки какие-то проворачиваются и какие-то интересные диалоги. Ну что же, пришло время пообщаться с данным игроком. Добрый вечер, Don't Worry Capitan. Сразу же челик пытается как-то отмазаться, говорит, что не я, что это другой какой-то тип, но мы-то знаем, что это ты. Прошлый твой никнейм был Don't Worry Macfa, а игрока как раз-таки заскамил чел с таким ником. И это был именно ты. Да, ребята, Стрикс прав, если присмотреться, то с этику пацана самый козырный на сервере. И он вместо того, чтобы играть честно, берет и скамит игроков на крылья. Не понимаю, о чем идет речь. Он говорит, что мы что-то путаем, говорит, что скамил не он, хотя у нас есть четкое видеодоказательство. Так, сейчас зашла речь за то, что он говорит, что купил крылья у друга за 28 миллионов рублей. Хотя мы с вами видели, что он получил крылья за 20 кака, какая-то тут нечистая история. Короче, он начал рассказывать историю, что на сервере был его фейк, и он заскамил игрока на крылья. Сами понимаете, в такие сказки я не верю, но все же это надо будет проверить после бана этого игрока. Попросил чекнуть логи. Ну, я тебя забанил, после этого напишешь жалобу на форум, и там уже логи чекнет ГА. Ну, вообще звучит правдоподобно. У челика аксов реально на 150 мультов. Зачем ему скамить игрока на 20-ку? Но, с другой стороны, мы уже банили игроков, у которых было даже больше миллиарда. Поэтому верить ему как бы нельзя. Ладно, ребята, после бана мне написал этот игрок. И смотрите, что он написал, что действительно был какой-то фейк, который занял его ник после того, как он изменил свой. И еще он скинул мне фрапс, где он действительно покупал себе крылья за 28 миллионов рублей. После просмотра этого фрапса и после того, как я с ним пообщался, я передал это дело главному администратору. И получается, ребята, что настоящий Дон Твори не врал. Получается, что его ник заняли и заскамили игрока. Ситуация реально жесткая, потому что я почти откинул честного игрока, а настоящий вор мог остаться на свободе. Субтитры сделал DimaTorzok